Привет! Не буду затягивать с продолжением. Сразу запишем после билда то, что нам нужно делать с диплоем, но быстренько отвечу на вопросы к прошлому ролику. Кошелек, в котором я работаю уже полтора года, называется Exodus. На мой взгляд, самый лучший вообще кошелек, который есть. Ну и я там внутри вижу, как все происходит. Действительно, очень талантливая команда собралась. Хорошие ребята. И я перемещаюсь сейчас. Я уехал на зиму, не могу больше зимой находиться в Москве. Слава богу, возможность появилась. Я вот проехал через Польшу, через Карловы Вары, сейчас езжу через Голландию, потом поеду в Бельгию. Вот сегодня буквально переместился с самого севера Голландии на самый юг Голландии, в самую высокую точку Голландии. Здесь тоже посижу недельку. Если вдруг кто находится здесь в Бенилюксе, вы пишите ВКонтакте. Я не против, с удовольствием встречусь, пройдусь, погуляюсь, поразговариваю на родном русском языке. Будем говорить про диплой или по-русски развертывание. То есть мы с вами получили какой-то исполняемый файл. Докер образ, бинарник, пакет для Ubuntu или CentOS, неважно. Получили что-то, что можно запустить. Теперь нам нужно разобрать с тем, как это запускать. У меня просто картинка из интернета. Как правило, есть несколько сред. Простейший вот у нас есть вариант, когда у нас есть дев-среда. Это такая песочница. Мы запускаем там код, там разработчики могут делать все, что угодно. Резвиться, ломать, восстанавливать. Нам все равно. Наша задача в том, чтобы разработчики там игрались, и оно было более-менее стабильным. Дальше есть стейджинг. В стейджинг, как правило, пропадают те пакеты, те версии, которые готовы к диплою на продакшн. То есть мы туда это все запустили. Запустили туда наших тестеров, кьюай, кого угодно, как их называть. И они там тоже мучают эту систему, смотрят, насколько она готова к диплою. Если она готова к продакшн, мы берем это все и кладем в продакшн. Опять же, сред может быть сколько угодно много. В каких-нибудь газзакупках их там может быть по 40 штук. Вот на этом стенде работают там аналитики. На этом стенде работают базисты. Здесь проверяют такой концепт. Здесь проверяют такой багфикс. Здесь проверяют такую-то фичу новую. Здесь воспроизводят какие-нибудь ошибки, которые произошли в продакшне. То есть по-хорошему, конечно, сред я люблю когда побольше. То есть у нас есть продакшн, который никто не трогает. Есть копия продакшна, на котором мы можем воспроизводить какие-то проблемы, которые мы увидели на продакшне. Есть стенд хотфиксов, стенд фичев и так далее, и так далее. У нас простой пример, хотя бы три вот эти среды, когда есть, мы уже с вами более-менее счастливы и спокоены. И нам нужно подготовиться к деплою во все эти три среды. Опять же, гибкость, безопасность конфигов. Тут мы с вами уже говорили во время деплоя, опять же, тут надо сделать так, чтобы у нас в одном конфиге было указано, например, подключение к базе данных, connection string и переменная connection string. И все. В зависимости от того, в какую среду мы будем деплоить, там у нас уже в кубернетисе, не знаю, в каком-нибудь системе хранения конфигов, где угодно, уже указано значение для вот этой вот connection string. И для production оно берется с параметрами баз данных для production, для staging, там параметры баз данных для staging и так далее. То есть на уровне нашего репозитория у нас указано просто переменная, мы там не храним все разнообразие логинов, паролей, endpoints, всего чего угодно, у нас это просто переменные. А все эти значения переменных мы уже храним где-то в другом месте, например, у меня в кубернетисе в секретах они могут лежать. Могут лежать в глобальном файле переменной для GitLab, как угодно. То есть гибкие у нас они параметры, прозрачные и безопасные, у нас нигде не лежит там логин, пароль, не знаю, точка доступ. Дальше, опять же, нужно после того, как мы задеплоили, провести тестирование. Я написал нагрузочное тестирование, понятное дело, что тестирование должно быть намного больше. Там, не знаю, функциональное, стресс-тестирование, какое угодно. Тестирование мы сейчас говорим не о тех задачах, которые должен делаться, а делать тестирование, а о том, что должно быть. Нагрузочное тестирование у меня здесь вот почему. Мне нужно понять, сколько жрет вот это вот то, что мы запустили в своем рабочем режиме. То есть нам нужно спроецировать нагрузочку какую-то, потому что многие монеты, индексы и все что угодно, пока ты к ним не подключил кошелек, у них одни ресурсы. Как только ты начинаешь к ним подключать пользователей, а пользователей, например, у нашего кошелька довольно-таки много, ресурсы начинают дико расти. И тут уже нужно понимать то, что, например, на продакшне нам нужно запустить 6 копий монеты. При этом монета на продакшне пусть жрет там от 4 до 8 гигов оперативки, от 2 до 4, допустим, ядер, каждая реплика. На стейджинге, на который периодически, может быть, будет переключаться продакшн, пойдет в 2 раза меньшее количество реплик, и пусть они поменьше жрут. А на 9 там один сидит разработчик, 3 разработчика, там одну монетку запускаем, и все. И пусть она там крутится, и она вообще все равно, сколько она там чего жрет. Тут нужно понимать то, что кубернетис, опять же, очень такая гибкая среда. В частности, почему он такой крутой? Потому что там очень легко делать. Дальше, опять же, резервное копирование. Понятное действие, я про него говорю вообще с самого начала, то, что у вас должны быть логи резервной копии. Суть тут в чем? Тут не так все просто, как обычно. Эта монета, она постоянно работает, она синхронизируется, она может быть очень активной, может очень сильно расти, может база данных у нее составлять там 12 терабайт, их резервно копировать каждый день, это с ума сойдешь. Но суть в том, что монета может сломаться. По вашей вине, не по вашей вине. Если она сломается, то чинить ее вам. Поэтому тут это все очень сложно для всех вот этих вот клиентов монет. Нужно монету уметь остановить, переключить с нее трафик, сделать так, что она в данный момент не работала, потому что вы не можете на лету изменяющуюся базу данных резервно копировать. То есть, безусловно, есть снэпшоты, есть куча механизмов, которые замораживают файловую систему по частям. Но не факт, что это работает. Поэтому вам нужно обеспечивать свои среды так, чтобы у вас всегда была резервная копия. У нас это делается довольно такой громоздкой штукой, которую я не уверен, что могу раскрывать. Но суть ее в том, что автоматизированными способами у нас в определенной среде может монета останавливаться. После этого с нее убирается трафик. Но при этом Кубернетис видит, что она остановилась и начинает отставать, но он ее не перезапускает. В этот момент мы можем обратиться к механизмам, не знаю, Амазона, Ажура, смотря что, кто использует Google Cloud. И мы начинаем делать резервную копию. Когда резервная копия закончилась, мы эту монету запускаем. У нас, опять же, эта монета постепенно-постепенно догоняет. Кубернетис видит, когда она догнала блокчейн. Она догнала блокчейн, и на нее можно возвращать трафик. То есть вот эту штуку всю сложную должен сделать девопс-инженер. Это не так уж и просто. Это очень много кода. И там не только питон. Там прям, ну так нужно постараться, чтобы вот это вот все работало автоматизировано. Потому что если у вас одна монета, вам, конечно, можно просто тупо ее остановить, переключить трафик на другую, сделать резервную копию, ввести обратно. Да, у нас в кошельке монет не один десяток. И нужно это все делать постоянно. Поэтому это все происходит автоматизировано. И если этого не будет происходить, то нам, конечно, беда будет. Опять же, тут еще и резервное копирование. Можно сказать, любое резервирование. Например, как я говорил, на продакшне у вас там три реплики, на стейджинге две реплики. Если вдруг что-то происходит, вам, вы можете срочно из стейджинговой реплики восстановить продакшн-реплику и так далее, и так далее, и так далее. Это, опять же, тоже очень сложные механизмы, которые не так-то просто организовать. Потому что у вас, как правило, стейдж и продакшн разделены. Между ними не должно быть никакого трафика. Но в случае чего вы должны иметь возможность перекинуть туда-сюда данные, монеты и так далее. Следующее, что у нас, это действия по диплою. Это у нас масштабирование. Масштабирование, опять же, с кубернетисом это все просто. Он у нас... Мало того, что кубернетис, мы его сейчас уже можем крутить в кучу разных облаков, и у нас и сам... Не просто внутри кубернетиса это может все расти под нагрузкой, но и сам кубернетис может расти под нагрузкой. Есть у нас понятие вертикальное и горизонтальное автомаштабирование или просто автомаштабирование. Опять же, если идет нагрузка на монету, да на любой контейнер с любым кодом, мы в кубернетисе можем указать те диапазоны, в пределах которого мы готовы дать монете вырасти. То есть мы говорим, при старте жри два ядра, максимум можешь вырасти до четырех ядер. Больше четырех ядер не жри. Если вдруг создало четыре ядра, горизонтально масштабируйся, добавляй еще одну реплику и так далее, и так далее. В кубернетисе для этого есть HPA, Horizontal Pod Autoscalers. Опять же, это чем нам помогает? Очень часто бывают всплески нагрузки. Это может быть DDoS, это может быть, не знаю, биткоин резко подскочил в цене, и все начинают торговать, продавать. Сильно вал трафика увеличивается, и вам нужно с ним справляться. Опять же, в масштабах наших это довольно серьезный трафик. Это может быть, ну, прям очень много. Это может быть, не знаю, 500 гигабайт в день дополнительного трафика будет выкачано просто через наши эндпоинты, не знаю, терабайты. И опять же, нужно, чтобы кубернетис успел отработать так, чтобы клиенты не заметили. И это все задается, опять же, DevOps-инженерам. Он анализирует нагрузку, он смотрит постоянно на метрики, он смотрит, как что меняется, какие пиковые часы, какие не пиковые часы. Опять же, если у вас там одна-две монеты, не страшно, можно задать это сначала. Самого, вот столько можно жать. Но вы тогда разоритесь. Вам нужно, чтобы у вас это все увеличилось и обратно уменьшалось, когда нагрузка спадает. В этом тоже особая тонкость и особое умение. Нужно делать так, чтобы ваш кластер еще так разбухал и сдувался в случае спада и роста нагрузки. Опять же, я опускаю кучу дополнительных инструментов, которые у нас есть, которые позволяют нам отбрасывать от атакующих лишний трафик, следить, какой трафик полезный, кэшировать данные. Тут нам в помощь, помимо базовых вещей, еще какое-нибудь распределенное кэширование Амазона. У Амазона есть там разные штуки, у Cloudflare есть разные штуки. Но мы сейчас говорим о том, что, ну, масштабирование. В общем, как-то так. Дальше, опять же, обновление должно быть желательно бесшовное. Куча стратегий есть. Не знаю, Blue Green, Canary, переключение между средами и так далее. У Кубернетиса есть встроенный rolling upgrade. Суть в том, что вы обновляете приложение, запускается дополнительный контейнер. Контейнер, если проходят все проверки, которые вы ему задали, как DevOps Engineer, он готов принимать на себя трафик, он принимает на себя трафик, старый контейнер со старой версией умирает. Не со всеми штуками это возможно. Есть куча нюансов. Например, вы не можете иметь два каких-нибудь индексатора, которые одновременно будут работать с базой данных на запись. Тут нужно делать по-другому. Тут нужно брать трафик, переключать с одной среды на другую, обновлять среду, ту, с которой вы переключились, проверять работоспособное на лет, возвращать трафик обратно. Опять же, делать это автоматически, ну, не так-то просто. Куча нюансов, но суть в том, что у вас это все должно происходить так, чтобы оно было незаметно для пользователя, ничего не надо было делать руками, в случае чего автоматический откат, ничего страшного, если запоролось в базе данных автоматическое восстановление из резервной копии, и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, если одна-две монеты, можно руками периодически выкатывать обновления. Если монет несколько десятков, куча обновлений, релиз цикл интенсивный, все нужно автоматизировать, иначе вы зашьетесь. Отказоустойчивость. Уже чуть-чуть осталось, держитесь. Осталось буквально, там, по-моему, пару слайдов. С отказоустойчивостью, тут опять же, нужно все делать по уму. Тут могут быть географически распределенные какие-нибудь среды. У вас каждая среда может располагаться, не знаю, на трех серверах. Один сервер тут, другой там в Штатах, четвертый в Японии. У нас кубернетис, у нас есть зоны доступности, у нас есть Амазон, Ажур, любые облака, и нам поэтому это не так-то страшно, мы можем это растаскивать везде. Кроме того, нам нужно восстановление в случае сбоев. Защита-то так, я это все уже говорил. Фейловер на публичный, в крайнем случае. То есть, если вдруг даже, вот у вас сломался весь продакшн, не знаю, вот, например, с НЕО такое раньше происходило, у них ломается сеть, пиры перестают коннектиться, и у вас чейн зависает. То есть, там где-то какие-то счастливчики, 5% нод, они пошли дальше, 95% нод застряли. У нас такое было как-то, причем в ночь с пятницы на субботу. Я в субботу утром проснулся, увидел это все, смог откатиться назад, на 10 нодах пробовал, одна нода смогла пройти дальше, я ей дал пройти немножко дальше, сделал ее бэкап, восстановил на все остальные ноды, и у меня все побежало дальше. НЕО официальный фикс, фикс, инструкции, дамп базы данных выпустил только через 3 дня. То есть, к тому моменту, в принципе, мы за несколько часов восстановили работоспособность монеты, то есть, даже если монета лежит у вас, это не гарантия того, что она будет работать. Поэтому вот нам пришлось очень сильно тут поработать руками. Но отказосочность должна быть, и даже если у вас, говорю, упал продакшн, упал стейдж, пропали все какие-то бэкапы, вам нужно иметь хотя бы какой-то публичный фейловер, на который вы можете переключиться хотя бы на время. Публичные, безусловно, не позволят долго с ними работать, если они видят поток трафика, тот, который имеем мы, если мы переключим с нашего кошелька на какой-то публичный, там все ляжет. Но какое-то время продержаться можно. И я уже устал, и осип, поэтому быстро заканчиваем. У нас есть еще метрики об официалке, о которых нужно не забывать. Обязательно нужно выстраивать грамотные дашборды, нужно иметь монитор перед глазами, в целом для инфраструктуры. В данном случае мы говорим по моей монете, можем посмотреть, с каждой монеты, сколько ест оперативки, процессора, какой на нее идет трафик, какие запросы, как быстро у нее растет блокчейн, насколько сильно она стала в какой момент жрать диски, какая скорость по иопсам работы с дисками, сколько у нас, какой поток идет на наши, не знаю, балансировщики, прокси, серверы, сколько попадает на монету, как распределяется нагрузка, может быть какая-то метрика, какая-то реплика слабо работает, может нужно докинуть реплик, это все видно из метрик. Опять же, тут могут быть еще дополнительные какие-то дашборды и оповещалки, пошло слишком много запросов от такого IP-адреса, пошло слишком много запросов такого-то вида, то есть смотреть за нетипичным поведением нашей инфраструктуры. Это все нужно делать, опять же, DevOps Engineer, он все это анализирует, пишет, формулирует в виде кода, оповещалочка, монета отстала, сообщи в Slack, отправь имейл, выпусти такое, выполни такое-то действие по перезапуску и так далее, и так далее. Все это основывается на метриках, оповещалке, которые нам из разных мест говорят о разных ситуациях, и тогда DevOps Engineer, он владеет ситуацией. Например, буквально вчера у нас, вспомнить кто, по-моему, Digibyte вчера, на него то ли это спам был, то ли это флат, не знаю, что там пошло, в общем, сеть у них стала перегруженная, очень стало быстро все расти и начали монеты, я смотрю просто то, что у нас начал оповещалка говорить о том, что мы отстаем от публичного чейна. Я начал разбираться, копаться, ну, прошло минут 40, прежде чем я из всех наших вот этих вот графиков понял, что действительно это не наша нагрузка, это общая нагрузка, что у нас вот эти механизмы отрабатывают, эти сглаживают, эти механизмы наоборот работают не так, как бы хотелось, то есть это постоянно такая работа с тем, что у вас происходит. Так вот, в результате комплекса всех этих действий, из которых я уже половину мог забыть, потому что я устал столько говорить, мы получаем бэкэнд наш, бэкэнд, нашу инфраструктуру, которая работает стабильно, без пауз, без задержек, без проблем с безопасностью, гарантированно, качественно, всегда имеет заданный, уровень обслуживания, так скажем. Немножко скомканней, чем со сборкой, но я думаю, в целом должно быть понятно. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, пишите. У меня не всегда получается отвечать на все сразу, но после того, как я выпускаю новое видео, я в ближайшие 2-3 дня вижу по нему комментарии, а затем уже комментарии смешиваются с комментариями ко всем остальным видео, и я уже начинаю не успевать отвечать, так что простите. Буду стараться как-то оперативнее реагировать на последние видео, как минимум.